привет ребята сегодня продолжаем видео обзорчики на тему пневматического оружия и изделий сходных с пневматическим оружием значит вот этот прибор предоставлен моим товарищем в нем есть скажем так небольшая проблема винтовка хорошая по характеристикам винтовка буквально точная копия винтовок типа мр 512 хацан 90 100 125 то есть рассказывать про нее смысла нет никакого отличие у них заключается только в качестве этих изделий ну и соответственно в работе предохранитель здесь предохранитель вот такой вот хацани с другой здесь почему-то все болтается ну с этим бог с ним не будем разбираться здесь проблема другая значит прицепная планка планка ласачкин хвост отваливается буквально третий пятый выстрел потому что не держит фиксирующие винты и в один прекрасный момент винты винтов осталось только один один винт сейчас будем делать дополнительные винты для нее и соответственно сажать будем фиксировать закручивание винтов так чтобы они не раскручивались раз они раскручиваются значит проблема в чем правильно проблема в том что качество изделия не соответствует заявляемым нормам видимо размер нарезов в корпусе не соответствует размеру нарезов в непосредственно в винтах дабы исключить дабы исключить вероятность раскручивания прицельной планки потому что на данный момент оптического прицела не имеется я думаю надо вот эту штучку прицельную планку точно так же сделать рассказываю казус который произошел сейчас разговаривал я с вами значит на видео все это объяснял вот здесь болталась болтался целик я его поджимал все это думал что камера записывает решил проверить а камера оказывается не записывала значит что здесь было здесь было вот эти вот усы которые зажимают целик они были разжаты я и зажал но но раз они от выстрелов от использования разжимаются сами по себе я не думаю что она новая была такая то соответственно она разожмется и также будет болтаться движение вверх вниз вперед назад вот этого целика естественно собьют всю пристрелку и не дадут попадать на расстоянии даже 30 метров что нам необходимо сделать но это может сделаем потом отдельно мы возьмем паяльник и оловом аккуратненько подпаяем вот эти вот по границам чтобы она просто держалась просто фиксирует зафиксировано было это естественно будет сделано только после пристрелки сейчас целик не болтается поэтому давайте будем химичить что-нибудь с этим целиком чтобы винты не раскручивались есть много способов фиксации винтов первый и самый такой простой это купить фиксатор для болтов но это надо идти это надо тратить деньги зачем мы сейчас будем делать все только своими силами для начала мы попробуем вот эту вот штуку это супер момент не знаю насколько выдержит но попробую попробуем а там уже потом скажем получилось или не получилось естественно это что будет через время через несколько выстрелов полностью смазывать винты клеем мы естественно не будем нам необходимо маленькая капелька только для скажем так точной фиксации вот он должен зафиксироваться и все так мы смотрим здесь она начинает смазываться еще при вставлении болта поэтому давайте мы пойдем другим путем мы сейчас вставим болтики и сразу их подмажем супер клеем по всем отзывам в интернете данный способ должен работать и что самое интересное когда немного намазываешь клея на болты он играет роль вот именно фиксирующего вещества он не дает ему просто раскручиваться самопроизвольно а вот при хорошем нажатии на него отверткой будет держаться вот я уже в клей с гуляпался посмотрим как это все будет держаться на практике дадим высохнуть естественно я вам в комментариях все это дело опишу расскажу что то как так с этим мы разобрались будем разбираться с проблемой волостохвоста значит какая проблема остался один винтик у меня есть винтики но не длинные эти винтики длинные мы сразу будут еще также на на клей для этого нам нужно их отпилить отпиливать мы будем подручными средствами без тисков с использованием кусачек плоскогубцев и маленькой такой универсальной ножовочки для того чтобы нам это все провернуть так сказать сделать нам нужно воспользоваться новомодно так это модное слово есть такой лайфхак называется чтобы при отпиливании винты вот по вот этому по вот этой отметке надо отпилить вот чтобы при отпиливании потом не подрабатывать все это наждачкой над напильником надо использовать элементарные гайки прежде всего гайка накручивается второй гайка эти зажимается именно в том месте чтобы она гайка граничила именно с местом распила сейчас я ближе поднесу покажу то есть фокусируйся вот черная метка это место распила сейчас все это дело будем отпиливать пока камера не записывала я думал что она пишет она не записывала я уже начал все это отпиливать и вот так вот фокусируйся вот так вот по гаечке видите да все это аккуратненько отпиливается после этого я покажу что дальше вот это я уже успел отпилить и теперь смотрим место распила конечно не ровная но нам ровность и не нужно вот так вот сфокусировалась после чего мы просто откручиваем гаечку и на удивление у нас получается ровная граница для того чтобы все это дело закрутить или вкрутить куда-нибудь или накрутить гайку таким образом мы сможем беспроблемно отпилить еще два таких винтика сделать сейчас посмотрим по размерам вот который был он тоже отпиленный сейчас я сделал длиннее посмотрим может быть придется еще под одну гайку отпиливать что-то что-то все все вот все 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 смотрим что у нас получается с ластохвостом сейчас заверну временно посмотрю не цепляет ли пружина потому что пружину видно и вот это вот очень плохо на самом деле так ну да пружина цепляется значит попробуем перекрутить другое место нет нет ребята размер две гайки оказался слишком большой для нас поэтому мы будем будем перекручивать это дело перепиливать скажем так вот таком состоянии на хорошо один момент стрелять пустой нельзя значит мы будем стрелять вот работа на макулакуру кстати пультами gsb exact monster diablo заодно и посмотрим как она стреляет стреляет неплохо стреляет действительно неплохо так ладно винтовка идет на место а мы продолжаем пилить скручиваем по главной памяти пружины орина нагреваем озвищем от а отпилить то мы отпилили сейчас будем все это дело пытаться смотреть по размерам получилось не получилось так ну если сравнивать с тем что было в принципе то же самое так смотрим здесь фиксируем здесь и теперь смотрим как она она сработала значит надо под тот же самый размер выбили еще одну такую игре еще один такой же болтик камера пишет все пишут а мы пилим это быстро облилась горячая ой горячая вот таким вот нехитрым способом из больших болтов мы делаем маленькие так вкручиваем 3 пока не фиксируем пока не просто проверяем стреляет отменно здесь кстати я забыл сказать стоит усиленная витая пружина газовую сюда ставить хозяин не хочет ввиду довольно таки дорогого удовольствия ну посмотрим я думаю она из такой картон будет брать на ура так чтобы нам это все зафиксировать мы воспользуемся тем же самым нехитрым способом с использованием супер клея так один есть второй сел и третий тоже сел зафиксируем все это дело отверткой так ну что я могу сказать ждем пока все это дело высохнет итак резюмируем пристрелкой я сегодня естественно не занимался у меня сейчас помещение нет таких дистанций и помещение не подготовлено но сделал я несколько выстрелов пока все это держится возможно даже так называемый лайфхак действительно сработал болты зафиксировались дальше они уже не закручиваются я думаю все это будет ходить сюда в последующем будет поставлен скорее всего оптический прицел в этом случае колечки для этого есть подводя итог супер клей решает все проблемы себе такую винтовку я брать не стал бы уж очень скажем так мне не нравится качество изготовления основная задача наша сегодня выполнена прицельные планки мы поставили на этом все так сказать еще одно новое модное слово DIY сделан поэтому помогло пальцы вверх оставайтесь со мной до новых встреч пока